МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. И говорим мы о размерах этой территории гласности и о сути этой самой территории гласности. Значит, если изложить ряд основных претензий к правым товарищам, то вы привели Путина к власти, а теперь почему-то недовольны. Примерно так это звучит, да? Ну, это всего лишь одна претензия к нам, вообще их на самом деле много. А насчет Путина к власти нет, я в данном случае вот эту претензию не принимаю. А там же был какой-то лозунг, СПС в Думу, Путина в президенты. Да, Кириенко в Думу, Путина в президенты. Ну, был такой лозунг. Ну, и что? Значит, видите ли, во-первых, мы считали, и будет смеяться, я сейчас так считаю, несмотря на все мои претензии к Владимиру Владимировичу, очень большие. Значит, я до сих пор считаю, что тогда, на рубеже 99-го-2000-го года, другого варианта... Как Путин? Да. Не было. 140 миллионов человек в России, и не было ни одного? Знаете, еще раз повторю, у меня дикое количество претензий к Владимиру Владимировичу. Дикое количество. Я не голосовал за него ни разу. И меня все это совершенно не радует. Но думаю, что... Продолжаю считать, что тогда другого варианта просто могу не быть. Но иногда приходится принимать тяжелые решения. На сегодняшний день вы боретесь с тем самым человеком, который... Слушайте, мы не будем с человеком, мы будем с системой. Мы будем с системой. Я считаю, например, готов-то говорить и у вас, если будет возможность в эфире более распространенном, что я, например, считаю, и это, в общем, позиция, насколько я знаю, всех моих товарищей по правому делу, что возвращение Владимира Владимировича в Кремль было бы катастрофой для страны. Просто катастрофой. А сколь вероятно это на сегодняшний день? А этого никто не знает. Не исключено, что выборы президента уже состоялись. Просто нам забыли сказать. Понимаете, нас же поставят в известность о состоявшихся уже выборах. Это же так будет. И это мы узнаем, когда они решат, кто кандидат. Кто кандидат, тот и президент. А может, они уже решили, кто кандидат. Мы же не знаем. Да, но существует еще один фактор во всей этой замечательной истории. Есть политики, есть реальные представители власти, есть журналисты, а есть, собственно, электорат, который с готовностью побежал... Еще есть? Да, конечно. Который с готовностью побежал за предложенным человеком, про которого никто ничего не знал. Я хорошо помню, как в эфире «Эхо Москвы». Это был, наверное, август 99-го года. И были очередные разговоры о том, что дальше будет, чем сердце успокоится. И кто-то из политологов, по-моему, тогда это был Марков, который сказал, знаете, не исключено, что нашим следующим президентом будет человек, которого вы вообще сегодня не знаете, кто это такой. Это чудесно. Так оно и вышло. Ну, может, Марков информирован был на тот момент. Марков, наверное, что-то знал. Вот. Но люди, которые... Вот буквально недавно произошла замечательная история. К дню рождения Путина, студентки журфака, одни разделись, другие оделись. Вы знаете эту историю? Да, да. То есть, одни опубликовались свои, так сказать, красивые молодые тела в календаре полуобнаженном с текстами типа «Леса потушили, а я вся горю», а потом возникла альтернативная партия студентов, которые строго оделись и начали задавать неудобные вопросы. Да, у нас есть к вам вопросы, господин премьер-министр. В частности, что будет с Ходорковским? Вот я недавно слышала мнение одного западного специалиста по России, который мне сказал следующее. Он говорит, ты знаешь, я считаю, что никто из них на себя не будет брать эту ответственность. С одной стороны. Но с другой стороны, они же в патовом совершенно положении. Уже чем пат, это цук-цванг. Любой ход ухудшает ситуацию. Что делать? Может, мы посоветуем товарищам в Кремле, как разрулить? Знаете, вон уже сколько народу советуют прекратить эту трагикомедию и отпустить. Конечно, не могут. Конечно, не могут. Мне кажется так. Мне кажется, что освобождение, прекращение всего этого дела, оно, возможно, в двух случаях. Первое. Если они как-то договорятся с Ходорковским, с Лебедевым, с другими людьми. Просто договорятся. Ну, потому что все живые люди. Я не настолько знаю Михаила Борисовича, чтобы с уверенностью говорить, пойдет он на соглашение или нет. Он в конце концов, я думаю, довольно сильно устал. Да, за 7 лет. И я бы, честно говоря, не осмелился его осуждать, если бы он пошел на соглашение с властями. Потому что он уже и так вообще, по-моему, за правое дело пострадал сильно и держится блестяще. Это, возможно, один вариант. Другой вариант возможен после 2012 года. Когда они поймут, что ему уже никто не угрожает. А что, он избирабелен? Слово придумало новое. Ну, в общем, я думаю, да. Причем, смотрите, как хорошо. Такой очень широкий диапазон принятия его. Человек, значит, там... Ну, вот наш с вами слой либеральной интеллигенции, недобитая, да? Она, значит, полностью за него и все отлично. Да? Там все ходят в зал. Зустрадается. Да-да-да. Ну, как вообще? Как не пойти, да? Вот. Он писал статьи о левом повороте и прочее. Даже Квачков про него писал хорошо. Да, с Квачковым... Это вообще прелесть. Это вообще прелесть. Квачков про него хорошо писал. Ну, понятно. Вот. Вот. Примерно так. Вот. Поэтому, да, я думаю, что он, в общем, может быть очень серьезной политической силой, по крайней мере. Тогда мы вернемся. И так, после 2012 года, после того, как они все выберутся между собой... Президент 2012 года, избранный, назначенный в 2012 году, в принципе, может себе это позволить. Это может себе позволить Владимир Владимирович. Между прочим, потому что перед ним 12 лет, и он совершенно безопасных в этом смысле, да, и он может проявить милосердие уже. Для Дмитрия Анатольевича это другая задача. Для Дмитрия Анатольевича это как бы доказательство того, что он... Ну, возможное доказательство того, что он на самом деле президент. Ну, он уже одно, так сказать, действие совершил с попыткой доказательства. Ну, вся, по-моему, весь интернет кипит тем, что отставка Лужкова – это и есть первый шаг Медведева на пути доказательства того, что... Ну, интернет может кипеть чем угодно, я, например, с этим не согласен, абсолютно. Просто совершенно не согласен. Потому что то, что Лужкова пора было отправить в отставку, с точки зрения обоих членов тандема, ну, давно уже, понятно, ежу, общество было подано как конфликт с Медведевым, правильно, в конфликте с Медведевым. При этом Юрий Михайлович тут же, естественно, значит, как человек, так сказать, простой, незамутнённый, тут же вылез в эфир и сказал, что Медведев сукин сын, а Путин хороший. Помните? Значит, он сразу тут же полез, да? Вот если в нормальной системе, в нормальной системе, значит, ну, оставляю, что должны быть выборы, конечно, безобразие полное, что их назначают, да? Окей, вот мы живём в этих обстоятельствах, в прилагаемых обстоятельствах, да? Это назначаемый человек не может говорить публично против своего начальника. Это тут в принципе не может быть. Сейчас заслуженный генерал, заслуженный генерал американский, сказал чего-то критическое про Обаму. Что сделал Обама? Ему дали возможность написать заявление по собственному желанию, дали из уважения к его боевым заслугам. А это не Лужков, у которого заслуги Церетели и воровство дикое, с моей точки зрения, основные эти заслуги, да? Это действительно боевой генерал, воевал там, здесь, кровь проливал, да? Он там маленько подумал, не подал, Обам его уволил. И всё это произошло, и всё это произошло в считанные часы, просто в часы. То есть демократия – это такая сказка? Нет, почему? Почему демократия? Демократия – это порядок, между прочим. Демократия – это порядок, демократия – это сильное государство, у нас слабое государство, у нас государство очень слабое, это, между прочим, наша проблема. Все эти разговоры о вертикали – это болтовня, это болтовня, на самом деле. Потому что вот в Америке сильное государство. А сильное государство реализует закон. Попробуйте договориться с американским полицейским за превышение скорости. Попробуйте с ним договориться. Если вы ему дадите взятку, то он сначала не поймет, потом арестует. Ну хорошо. Государство слабое. Вертикаль творит все, что хочет. Мы с вами... Все, что может, я бы сказал. Хочет она много, а может она мало. Мы с вами, как, извиняюсь, я прошу прощения за слово, электорат, ни при чем. Почему? А потому что. Нет, ну что... Пять минут назад прозвучала фраза, что они уже... Возможно, эти выборы уже состоялись, только мы еще не знаем их результатов. Да? Конечно. То есть, ни в случае с мэром Москвы, ни в случае с, я не знаю, с перестановкой памятника Петру Первого, ни в случае с выборами президента, ни в случае с законом о превентивном предупреждении возможных экстремистов, то есть несогласных. ФСБ, в смысле? Да. Мы не в случае с Ходорковским, ни в случае с отъемом кампании. Сколько я перечисляю? Не в случае с убийством человека, который обвиняет крупных чинов из МВД в коррупции. Мы ни при чем. Я не права? Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что вы не правы. Значит, понимаете, мы живем в достаточно хреновых условиях, когда действительно выборов нету, этого нету, этого нету, понятно, да? Длинный список того, чего у нас нет. Всем это известно. Но у нас есть определенные возможности, они все равно остаются. Например, мы можем подавать в суд и пытаться создавать нетерпимую обстановку. Я вот судился с Лужковым три раза. Три раза. Два раза он на меня подавал, один раз я на него подавал. Я, разумеется, проиграл все в московских судах. И мне это говорит человек, который прислал мне электронное письмо с сочувственным письмом тому же Лужкову. Длинный, подождите, это же разные вещи, Нателло, это совершенно разные вещи. Когда вся эта сволочь, которая ему лизала задницу в течение нескольких лет, вообще рассказывала, какой он гениальный, и так далее, когда вся эта сволочь в лучшем случае боится с ним столкнуться, чтобы руки, не дай бог, не подать, а больше-то наоборот, говорят спасибо родной партии, а также президенту, а также премьеру. Я вам писал, что я ваш политический противник. Вы всегда, я требовал вашей отставки, я требовал суда над вами. Но в этой ситуации, когда вам боятся руку подать, я хочу сказать, что я хочу, чтобы вы знали, что среди ваших политических противников есть люди, которые уважают вас силу духа, энергию. Удивительно, совершенно возникает ощущение. Вот каждый раз, начиная программу «Территория гласности», я интересуюсь размерами этой территории. Периодически у меня складывается такое впечатление, что эта территория, она огромна. Но как, скажем так, освоенность территории нашей страны. Территория огромна, но освоена очень местами. Человек, который хочет выяснить, что происходит на самом деле, имеет такую возможность. Но механизмов как-то повлиять на ситуацию у него нет. Это очень грустная история. Ну да. Так у нас сейчас просвещенный абсолютизм. Ян Совершен просвещенный, потому что голову не рубят за просто так. Да, разве что... Ну и с угла могут стрельнуть. Да кто же не просто так? Это никак не меняет ситуацию. Сегодня убивают или сажают, или вообще как-то репрессируют в общем тех, кого, по крайней мере, они считают для себя опасными. Они могут ошибиться, они могут случайно напасть на человека, который... На Мохнаткина. Да, ну вот случайно, так случилось. Ошибка. Это произошло. Ошибки, возможно. Но их общий принцип, это не просто вот так вот верим вообще, кто попался для устрашения, а брать те, кто для них опасен. Вот. Они считают, тут полный бред, с моей точки зрения, что для них опасны люди, которые собираются там про 31 статью говорить. Или Ходорковский. Или Ходорковский, да. Или Магницкий. Да, да. Вот они считают опасным, тогда они убивают, да. Вот. Или там сажают. Или Чичваркин, или Сутягин. Да, да. Но даже, обратите внимание, что даже, значит, допустим, там с 31 статьей, они ведь как бы предупреждают. Они ведь говорят, ребят, не ходите туда, будем морду бить. Они же об этом говорят. Путин это сказал просто в интервью. Открытым текстом. Открытым текстом сказал. Тогда я задаю последний вопрос, на который ответить можно либо да, либо нет. А сделать с этим что-то можно? Да. Вот на этой печальной ноте мы... А почему вообще печальная? Я говорю, да, можно, можно сделать. На сегодняшний день получается ситуация, что те самые пресловутые 140 миллионов как-то, возможно, не хотят, возможно, не готовы, возможно, их еще не так достали, чтобы они как-то ощущали себя человеками, людьми, а не дрожащими тварями. Очень хотелось бы как-то, в общем, подвинуть наших соотечественников в этом направлении. Гость программы «Территория и гласности» Леонид Гозман, я, ведущая программы Нателла Болтянская, благодарю всех и прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин